Здравствуйте! Мы с вами продолжаем изучать причастие агента в финском языке. В этом уроке мы будем уже сами образовывать причастия и даже составлять с ними предложения. Для тех, кто еще не смотрел первую часть, я оставлю ссылку в верхнем правом углу. А с теми, кто смотрел, мы сейчас очень быстро вспомним, как образуется причастие агента и начнем тренироваться. Итак, причастие агента имеет показатель ма или ма, который добавляется к сильной основе. Например, минун максама липпу. Причастие агента здесь максама, образовано от глагола макса платить. Кто платил, у нас видно из местоимения, которое стоит перед причастием в генетиве. Минун максама, то есть я платил. И за что я платил? Липпу, это билет. Получается, мною оплаченный билет. Минун максама липпу. Соответственно, к сильной основе, это значит к той основе, которая используется с местоимением хан и хэ. Поэтому я все примеры, а глаголы в этот раз я поменяла, теперь другие глаголы у нас рассматриваются в качестве образца. Все они в форме с окончанием ват. Например, глагол максава, платить, как я уже сказала. Они платят максават. Соответственно, убираем окончание ват, добавляем показатель причастия агента ма, получаем максама. Во втором типе глагол сюрда. Они едят хэ тюр ват. Убираем окончание ват, добавляем мэ с умляутами по правилам гармонии гласных. И получается сюр мэ. В третьем типе я взяла глагол сурни тело ла. Планировать. Или, может быть, еще проектировать. В третьем типе у нас часто встречаются обратные чередования. Как и здесь, одна тэ поменяется на две тэ. Сурни теле ват. Убираем окончание ват. Добавляем ма, получается сурни теле ма. В четвертом типе глагол пелата, играть. Они играют хэ пелават. Убираем окончание ват, добавляем ма, получается пелама. Пятый тип, глагол валита, выбирать. Они выбирают хэ валитсе ват. Откидываем ват, добавляем ма, получаем валитсе ма. И в шестом типе я взяла глагол ва это, умалчивать. Они умалчивают вай кенэ ват. Здесь приходит буква ко. И причастие агента получается вай кенэ ма. Также хочу вам напомнить, что с причастиями агента, особенно в письменной и в литературной форме, используются часто притяжательные суффиксы. И минун, максама, липпу поменяется на максамани, липпу. Притяжательный суффикс ни. Давайте вспомним все притяжательные суффиксы. С местоимением мина у нас будет минун, максамани. С местоимением сина, синун, максамаси. Ханен, максаманса. Мейдан, максамамме. Тейдан, максаманне. И хейдан, максаманса. Также причастия у нас сочетаются с существительным, с определяемым словом в числе и в падеже. То есть причастия у нас изменяются по числам и по падежам. Соответственно, если в номинативе перусмоуто у нас максима, то в партитиве мы уже тянем эту а, максима. В генитиве, но также в аккузативе, энмоуто это максиман. В инессиве отвечает на вопрос мисса, максамасса. В элативе, миста, максамаста и так далее. И во множительном числе, в номинативе у нас показатель множительного числа, буква Т, получается максимат. А во всех косвенных падежах показатель множительного числа это буква И. Соответственно, сначала мы делаем основу причастия агента, получается максами. И потом добавляем окончание в партитиве А, то есть максамия, в генитиве максамиен, в иносиве максамиста, в элативе максамиста и так далее. Давайте с вами тренироваться. Первое словосочетание, которое мы возьмём, это рисовать картину. Глагол рисовать пирта. И, ну не картину, картинку просто, кува. Пирта кува. Как сказать мною нарисованная картина? Причастия агента нам нужно сделать. А теперь нам нужно задать вопрос. Нравится ли тебе нарисованная мною картинка? Нравится ли тебе это пидатка сина? Нарисованная мною картинка. Глагол пида требует всегда окончание ста. Значит, получится у нас минун. Пирта маста. Куваста. Пидатка сина. Минун пирта маста. Куваста. Нравится ли тебе нарисованная мною картинка? Следующее словосочетание, которое мы возьмём, это печь торт. Могол печь. Лейпо. И торт. Ка-ку. Лейпо. Ка-ку. Давайте сначала сделаем причастие агента. Пусть будет мама. Мамой. Испечённый торт. Ай-дин. Лей-по-ма. Лей-по-ма. Ка-ку. Ай-дин. Лей-по-ма. Ка-ку. И теперь давайте скажем. Вчера мы ели испечённый мамой торт. Вчера. Эй-лен. Значит, здесь можно использовать имперфект. Тёй-ме. Ну, конечно, по порядку слов получится мамой. Испечённый торт. Ай-дин. Лей-по-ма. Раз это еда, то поставим в партитив. Лей-по-ма. Ка-ку. Но, конечно, здесь можно использовать и акузатив. Поставить букву Н. Лей-по-ман. Ка-ку. Если вы хотите подчеркнуть, что весь торт вы съели. Тогда будет. Мы поставили партитив. Следующее словосочетание. Строить дом. Рак-э-н-та. Тало. Давайте скажем. Построенный дедушкой дом. То есть, дедушкой построенный дом. Дедушка это. Исо-иса. Исо-исан. Рак-э-н-та-ма. Тало. Исо-исан. Рак-э-н-та-ма. Тало. И давайте скажем такое предложение. Мы живём в построенном дедушкой доме. Асумме. Мы живём где? Вопрос. Мей-ся. Значит, нам нужно будет добавлять окончание сса. Но сначала дедушкой. Исо-исан. Рак-э-н-та-масса. Тало-сса. Теперь давайте возьмём словосочетание. Купить книгу. И давайте сразу скажем с притяжательным суффиксом. О-ста-масси. Кир-я. И будем использовать вот эту вторую форму в следующем предложении. Ты уже прочитал купленную тобой вчера книгу. Как вы это переведёте? Здесь можно, в принципе, использовать имперфект. Лу-й-т-ко. Уже это ё. И раз прочитал целиком, значит, нам нужен аккузатив. Кир-ян. Вот такой получился вопрос. Здесь у нас на самом деле скрыта буква Н. Просто она спряталась под притяжательным суффиксом Си. Ты уже прочитал купленную вчера книгу. Следующее словосочетание. Написать в курс. Очень хорошо знакомое мне словосочетание. Кир-й-й-та. Кур-си. Кир-й-й-та. Кур-си. Ну, давайте скажем. Мною написанный курс. Минон. Кир-й-й-та-ма. Кур-си. И теперь зададим вопрос. Нравится ли тебе написанный мною курс? Пи-да-ть-ка-си-на. Мною написанный курс. У нас снова глагол пи-да. Значит, нам требуется окончание с-та. Пи-да-ть-ка-си-на. Минон. Кир-й-й-та-ма-ста. Кур-си-ста. Либо можно Минон опустить. Кир-й-й-та-ма-ста-ни. Кур-си-ста. Пи-да-ть-ка-си-на. Кир-й-й-та-ма-ста-ни. Кур-си-ста. Давайте спросим. А кем написано Каливало? Как спросить кем? То есть, кто написал, это будет Кука. А с причастием агента нам нужно Кука поставить в генитив. То есть, Кенен. Кенен. Написано. То есть, Кир-й-й-та-ма. Потом Он. Потому что глагол обязательно нужен. Кенен Кир-й-й-та-ма-он. Каливало. Вот такой вопрос. Кем написано Каливало? Кенен Кир-й-й-та-ма-он. Каливало. Теперь давайте возьмем глагол тоже писать, но сочинять музыку. Это совсем другой глагол. Это глагол. Савел-да. И, например, вальс. Савел-да. Валсы. Давайте скажем. Сочиненный Сибелиусом вальс. Фамилия Сибелиус изменяется, как все слова наус. То есть, раскрывается на Уксе. Сибелиуксен. Савел-да-ма. Валсы. И скажем такое предложение. Мы слушаем. Сочиненный Сибелиусом вальс. Мы слушаем. Куnteлеме. Куnteлеме. Сибелиусом. Сибелиуксен. Савел-да-ма. Какой нам нужен поддерж. Раз у нас есть куnteлеме. Главом, куунела. Требует партитива. Куунела музыикки. В данном случае КУНЕЛ ВАЛСИО, сочинённый Сибириусом, значит САВЕЛТАМА ВАЛСИО. КУНТЕЛЕМ СИБЕЛЮКСЕМ САВЕЛТАМА ВАЛСИО. Следующее словосочетание – это ДЕЛАТЬ ВИДЕО. ДЕЛАТЬ ТЕГДА. Ну и ВИДЕО, так и будет. Давайте скажем МНОЮ СДЕЛАННОЕ ВИДЕО. МИНУН ТЕГЕМА ВИДЕО. МИНУН ТЕГЕМА ВИДЕО. И теперь можем сказать такое предложение. Вы смотрите СДЕЛАННОЕ ВИДЕО. ТЕ КАЦОТЕ. ДАЛЬШЕ. МИНУН. Глагол КАЦОА требует ПАРТИТИВА. Тем более вы смотрите прямо сейчас. Действия происходят в настоящий момент. ТЕ КАЦОТЕ МИНУН ТЕГЕМА ВИДЕОТА. ТЕ КАЦОТЕ МИНУН ТЕГЕМА ВИДЕОТА. Вы смотрите СДЕЛАННОЕ ВИДЕО. ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ, СКАЖЕМ НАПИСАННЫЙ ПУШКИНОМ РОМАН. Сначала возьмём просто словосочетание ПИСАТЬ РОМАН. КИРЬЁЙТА РОМАНИ. ТЕПЕРЬ, НАПИСАННЫЙ ПУШКИНОМ РОМАН. На самом деле фамилия ПУШКИН может писаться ещё через С с такой галочкой сверху, но я не знаю, где это искать на клавиатуре, поэтому я написала более привычным способом. ПУШКИНИН КИРЬЁЙТАМА РОМАНИ. ПУШКИНИН КИРЬЁЙТАМА РОМАНИ. И давайте скажем, что самый известный написанный ПУШКИНИМ РОМАН это КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА. Самый известный это слово ТУННЕТУЙН. Дальше можно просто скопировать. ПУШКИНИН КИРЬЁТАМА РОМАНИ. КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА будет по-фински КАПТЕНИН ТЮТЕР. ТУНЕТУЙН ПУШКИНИН КИРЬЁТАМА РОМАНИ. Можно сказать, что самый известный роман Булгакова для МАСТЕР и МАРГАРИТА, чтобы уж совсем отработать. МАСТЕР и МАРГАРИТА ПО-ФИНСКИА, но те, кто проходил мой курс тысячи шагов в прошлое, я думаю, что скажут, не задумываясь. САТАНА САПУ МОСКОВАН. И давайте теперь вспомним те вопросы, которые мы просто переводили в прошлый раз, а теперь зададим их сами. Какой твой любимый, точнее, какой лучший фильм, который ты видел? МИКАОН. ЛУЧШЕЙ – это ПАРОС, ВИДЕННОЙ ТОБОЙ. Глагол ВИДЕТЬ – это глагол НАХДА. Нам нужна основа. Вспоминаем, как сказать ОНИ ВИДЯТ. ХЕ НАКЕВАТ. Значит, причастие – НАКЕМА. МИКАОН ПАРОС НАКЕМАСИ. И фильм ЭЛОКУВА. Это то, что мы с вами вчера переводили с финского языка на русский, а сегодня мы уже можем прекрасно с вами перевести с русского на финский. МИКАОН ПАРОС НАКЕМАСИ ЭЛОКУВА. И давайте спросим, какая самая лучшая прочитанная это был книга? МИКАОН ПАРОС НАКЕМАСИ ЭЛОКУВА. МИКАОН ПАРОС НАКЕМА. МИКАОН ПАРОС НАКЕМА.